Всем здарова друзья, меня зовут Скрэйч и мы продолжаем играть в Майнкрафт и сегодня со мной Элвин. Всем привет ребята! И это новая серия летсплея, погнали! Слушай Макс, так давно мы вместе не снимали, я успел соскучиться по всем вам, скажи чем мы будем сегодня заниматься? Ну да, Элвин давно не снимали, целый день. Короче, очень много ребят написало в комментариях, установите мод на крипипасту. Но мы так подумали, а почему бы и нет, и установили его. И сегодня, Элвин, мы с тобой призовем Слендермена, понимаешь? Блин, слушай, ты так жутко об этом говоришь, и еще ты стал оборотнем черным, что я вообще испугался. А ты не боишься вызывать всех этих Слендерменов? Ну, на самом деле боюсь, но ради подписчиков я готов на все. И да, ребят, не забывайте ставить лайк и писать в комментариях, какие моды еще установить. И кстати, давайте дадим имя моей наковаленке. Напишите в комментариях, как ее назвать, и я ее как-нибудь по прикольненькому назову, посмотрите, Элвин, какая она миленькая. Да, кстати, я могу ее отслеживать по запаху, у нее синий запах, и вот от нее остаются такие следы, и это способность моего крутого оборотня. Короче, Элвин... Что? Серьезно? Ты теперь можешь ощущать запах? Да, я могу ощущать запах в Майнкрафте, это безумно круто. Короче, Элвин, смотри, для того, чтобы нам призвать с тобой Слендермена, нам нужно скрафтить архив с ним. Так, вот так он крафтится, то есть слеза Гаста, эндр-жемчуг и бумага. То есть сегодня нам придется убивать Гастов. И короче, Элвин, также я немножечко побегал и выбил новые магические заклинания для своей волшебной палочки. И перед тем, как вызывать Слендермена, я предлагаю их, конечно же, зачаровать на свой посох. Кстати, ты не видел мое новое заклинание, которое я нашел в предыдущем выпуске, сейчас я тебе его покажу. Готов? Прямо здесь, в логове нашем хочешь показывать? Да. Ой, обалдеть. Вау, меня так круто откидывает, обалдеть. Да, это вихрь, который поднимает тебя в воздух и откидывает, очень крутая штука. Но знаешь, я, наверное, заменю призыв снеговика, потому что он мне, по сути, ну, не совсем нужен. И также, пока что на первое время заменю похищение жизни. Слушай, Скретч, с такими заклинаниями Слендермены все вообще не страшны. И к тому же у меня есть вот этот вот крипер-питомец, если что, я взорву всех этих негодяев. Да, только здесь не взрывай. Кстати, я немножко портальную комнату проапгрейдил, такая она теперь. Ты что, песок вот этот надыбал где-то? Короче, я убил специального моба из Дивайн РПГ, и из него выпала просто куча-куча... О, привет, наковаленка. Из него выпала куча песчаника, я вообще в шоке был. Ладно, давай посмотрим мои новые заклинания, и тогда отправимся уже изучать и призывать Слендермена. Первое заклинание. Так, ой, подожди. Не сработало, не сработало. Да, моя броня. Стоп, а где она? Насыщение! Слушай, это очень крутая способность, регенерирует мой голод, и мне больше не нужна еда. Серьезно? Да. Блин, вот это удобная фишка. Да, это очень удобно. И следующее, это айсболл, такой, знаешь, фаерболл наоборот, так сказать. Ну попробуй, попади, попробуй, давай, давай, давай. Да наизи, наизи. Ой-ой-ой, жестко, жестко. Так, на самом деле, меня бесит этот дождь, так что, дождь, остановись. Ну знаешь, такие, довольно-таки неплохие заклинания, и знаешь, это насыщение восстанавливает мне целых три сытости. Короче, Елвин, также у нас сегодня очень важная миссия. Какая? Нам нужно сейчас сесть на наших дракончиков, потому что в прошлой серии я приручил нового дракона, точнее, я активировал его яйцо. И также, слушай, смотри, мы же сегодня с тобой по-любому пойдем в ад? Это нам нужно для того, чтобы добыть слезы Гаста, только слушай, я немножко забыл, а где мой дракон? Так, я, по-моему, на него метку где-то ставил, ну, короче, полетели туда. И смотри, Елвин, знаешь, что еще? В аду у нас также есть дракон в башне, если ты помнишь. Да, я помню, конечно, слушай, мы его будем выращивать сегодня? Конечно, мы его, надеюсь, вырастим, стой. Я на самом деле потерял, мне легче к тому дракону, которого я нашел, телепортироваться. Короче, Елвин, да, это очень хорошая идея, ой, сколько у меня здесь вейпоинтов, так, а где дракон? Вот, новый дракон, телепортация и... Ой-ой-ой, подожди, он был изумрудный, а сейчас он стал какой-то, какой-то другой. Ой, он прыгает, смотри. Эй, куда попрыгал, дракошка, стой-ка. Ой, он реально прыгает, смотри, какой бешеный. Эй, он упал. Куда он упал, в воду? Он в воду падает, дышь, лови его, лови. Он на самое дно летит, он куда-то летит, смотри. А где он? Я его не вижу. Слушайте, ребят, походу мы потеряли этого нового дракона, и это немножко печально. Слушай, он реально, он поплыл куда-то. Яйцо поплыло куда-то. Мне кажется, все-таки он вылупился, но немножечко не прогрузился, и поэтому мы видели его как яйцо. Может быть, ну что, погнали тогда дальше куда-нибудь? Да, короче, я также нашел, кто это. Вот, я подписал его, и я нашел какой-то секретный данж. Так что телепортируйся ко мне, посмотри. Да, вон там вот, посмотри, какой-то 40 хп у него, какой-то рыцарь стоит. Ребят, вы знаете, кто это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы еще не придумали имя моей наковаленки, то обязательно придумывайте, посмотри, как выглядит здесь все красиво. Слушай, здесь все красиво, но я забыл броню себе взять, и даже кирку, поэтому мне здесь очень опасно находиться, защищай меня, ладно, хорошо? Хорошо, я здесь по водичке тогда поднимаюсь. Ну, привет, рыцарь, и что ты можешь? Так, я его не могу бить, слушай. Ой, 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 какой мощный. Да, но мне он ничего не снял, видимо, его нужно бить только в определенные моменты, вот допустим сейчас. Ну, когда он замахивается, я его бить почему-то не могу. Так, видимо... Да я вообще его, да, тоже не могу бить. А, вот, видимо, у него в какой-то момент должна быть перезарядка, вот, я его ударил, когда он нанес верхний удар, так сказать. Смотри, ну знаешь, главный плюс в том, что у меня меч на целых 18 урона, и еще зачарованный на остроту 3. Так, он замахивается, и я его могу... Что? Я ему так мало снял? О, заморозил его. Ой, 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 аккуратно, аккуратно, и ты в меня попал. Ой, прости, Элвин. Ну, как раз броню там дома заберешь. Короче, Элвин, ты же понимаешь, что вот этот вот рыцарь вообще абсолютно ничто по сравнению со Слендерменом, которого мы призовем. Так, Элвин, он замахивается, и последний удар, все, мы его убили. Интересно, что из него выпадет? Вау, как он эпично падает. Так, ну смотрим. О, вау, слушай. Что это? Топор, выпал его топор и его шлем, вот такой вот. Ха-ха-ха, ты посмотри на себя, какой ты вообще смешной. Да, кстати, я могу тебе этот шлем, в принципе, подарить, он мне не нужен на самом деле. Да, погнали все-таки уже в ад для того, чтобы побыстрее призвать Слендермена. Кстати, ребят, вы мне также написали скрафтить лавовый куб для того, чтобы я смог ходить по воде. Элвин, я тебе, наверное, тоже скрафчу, ты будешь рад, я думаю. Питомцы, что ли? Конечно, конечно, давай. Так, Элвин, ух ты, я крафчу первого, ну и, конечно же, крафчу второго. Правда, у меня золота не хватило, немножечко так берем. Вау, какой крутой питомец лавовый куб. Давай их затестим сейчас его в аду, давай посмотрим. Да, конечно, погнали уже наконец-то в ад, я хочу быстрее убить гастов и призвать Слендермена. Ну что ж, Элвин, мы с тобой наконец-то в аду, и смотри, помнишь, мы с тобой приручали здесь дракона. Я предлагаю посмотреть, как у него дела. Ты, главное, свинозомби, никаких не дрогай туда, я знаю, что ты любишь это делать. Так, Элвин, здесь что-то очень странное происходит, хорошо, что у меня есть насыщение и исцеление, эти две способности очень сильно мне помогают. Да, я уже наверху, и тут дракончик почему-то не рос, но я его еще раз активировал. Интересно, его можно как-нибудь отсюда перенести? Ребят, если вы знаете способ, как перенести дракона, то обязательно напишите в комментариях. Так, Элвин, все, погнали с тобой искать гастов. Слушай, Элвин, я же умею ходить по лаве, и, кстати, этот магмакуб дает мне сопротивление к огню. Я тебе сейчас покажу. Бац, смотри. Вау, обалдеть, ты реально умеешь. Кстати, Элвин, ты помнишь тех лихачей? Из них падает какой-то крутой дроп, но мы на него так и не смогли посмотреть, потому что они улетели в лаву. Ха, да-да-да, я помню, помню, одного такого видели. Давай, валим их. Главное, чтобы дроп от них не упал в лаву. Так, что-то выпало. О, фиолетовое пламя. И знаешь, оно нужно для крафта очень крутых вещей. Ой, слушай, мой магмакуб хочет кушать, и у меня больше нет сопротивления к огню. Надо быстрее кварц найти. Так, Элвин, я где-то слышу Гаста, но не понимаю, где он. Давай попробуем по вот этой лавовой струе, так сказать, подняться, пробраться. Элвин, я вижу первого Гаста. Кстати, у меня зачарование на добычу есть, надо попробовать его кинуть на свой адский лук, потому что я не знаю, как сейчас до него достать. Блин, приманить бы его как-нибудь. Хотя, ладно, пофиг, я убью его со своего лука, почему бы и нет. Блин, из него не выпала слеза Гаста, а именно она нам и нужна. Ладно, погнали искать еще Гастов, и когда найдем всех, продолжим. Так, Элвин, еще один Гастик, который... Не улетай, блин, придется убить так. Так, кстати, с него выпало несколько слез Гаста, да. Хотя нет, из него кусочки железа выпали. Так, Элвин, еще один Гаст, и надеюсь, с него все выпадет. Так, по-моему, что-то выпало, и оно полетело куда-то вниз. Слеза, отлично, отлично, так. О, все, спасибо. Слушай, у нас есть уже 4 слезы Гаста, так что можем возвращаться домой. Так, заходим в портел, ну и, конечно же, отправляемся домой. Ну что ж, Элвин, я готов, в принципе, уже наконец-то, наконец-то, а что у меня на полу, что это такое лежит? А, это баг, это твой шлем, почему-то у меня под землей бегает. Так, сними его, пожалуйста. Так, ну что ж, я уже, в принципе, готов крафтить вот эту вот штуку для того, чтобы призвать Слендермена. Нам нужно 4 эндер жемчуга, 4 слезы Гаста, ну и обычная бумага, которая крафтится из тростника, которого у нас, походу, нет. Так, Элвин, как хорошо, что у нас рядом с домом здесь тростничок растет, я его забираю, и, в принципе, мы уже прямо сейчас будем с тобой призывать Слендермена. Отлично, я жду с нетерпением. Как думаешь, мы с ним справимся или нет? Ну, слушай, если мы наденем топовую броню и возьмем наши суперкрутые мечи, то, конечно. Но мы же и так в топовой броне и с крутыми мечами, ну ладно, будь что будет, так сказать, и сейчас будем все проверять. Так, Элвин, я пишу Слендермен и могу прямо сейчас его скрафтить, только сначала нужно скрафтить вот таким вот образом бумажечку. Так, Элвин, все, Слендермен, Крипипаста, архив готов. И пойдем куда-нибудь его подальше заспавним. Слушай, я думаю, для него может загончик какой-нибудь сделать. Так, ну что, я призываю и... Слушай, ну вот он Слендермен. Ой, ой-ой-ой, подожди, у меня все потемнело, слепота, тошнота. Ой, еще и Криперы тут. Так, ну ладно, давай я его ударю. Я его ударить не могу. А Крипер его побацал. Ай, слушай, он сносит мне по одному сердечку. Я его не вижу, у меня тошнота, это какая-то жесть. У меня тоже, я вообще ничего не представляю, что здесь делать нужно. Слушай, я предлагаю потом, как мы его убьем и узнаем, что из него выпадет, как-нибудь потом сделать загончик и сохранить одного Слендермена себе. Да, слушай, мы можем сделать целую лабораторию и хранить вообще разных мобов, которые мы будем призывать, правильно? Правильно, так, а где он? Куда-то исчез, слушай, а может быть мы его завалили, пока не видели? Нет, вот, смотри, он в воде плескается. Подожди, или мне показалось, может он невидимым стал? Может быть, он же телепортироваться может, правильно? Да, слушай, это что-то не к добру, мне кажется. Так, ладно, давай его найдем. Вот он, вот он, смотри, он здесь вот жил. Да, он был в воде, он был невидимый, я знал это. Так, подожди, главное к нему близко не подбираться, и я сейчас попробую его при помощи лука убить. Так, Слендерменчик получает меня вот этих подарочков, так сказать. И последний удар, Элвин, нанесешь ты мечом. Хотя, походу, его мечом бить нельзя. Вообще не получается ничего. Ладно, последний удар, и мы убиваем Слендермена. Что с него выпало? Ничего. Да, смотри. Слушай, Макс, ну вот мы и призвали этого Слендермена, но, честно говоря, я вообще не понял, что произошло. Мы призвали, мы его убили. Вокруг темно, ничего не видно. Вообще, зачем мы тогда это делали? Я не понимаю. Слушай, но у меня все светло, у меня все нормально, это у тебя там эффекты его не прошли. О, смотри, скелет-наездник, офигеть. Кстати, Элвин, вот нам выпало вот этих два фиолетовых пламя, и я предлагаю из них прямо сейчас сделать какой-нибудь крутой меч, допустим, из вот этого вот насыритового слитка. Сейчас вот крафчу, посмотри, как он выглядит. Вау, какой красивый меч, ну-ка, а можно подержать его, пожалуйста? Да, кстати, но перед этим я, конечно же, хочу его зачаровать, потому что, ну как-то, меч и не зачарованный. Так, кстати, у меня здесь в сундучке есть много книг зачарований, допустим, на остроту и так далее. Знаешь, у него всего 500 использований, но у нас есть наша любимая наковаленка, которая с радостью для нас его починит. Так, ну смотри, я сейчас на этот меч закладываю остроту 4, вау, и у нее становится 21,5 урона. Короче, ребят, мы с Элвином сбегали в ад и добыли еще немножечко слез гаста для того, чтобы скрафтить еще одного слендермена. И знаешь, зачем это нам нужно? Конечно знаю, мы будем делать лабораторию и будем ставить над ним опыты, правильно? Правильно, я уже скрафтил. Короче, я предлагаю сделать лабораторию, так сказать, для него очень такую строгого режима. Я прямо сейчас из железка сделаю железный забор, точнее, железные прутья. И давай определим комнату, в которой будет жить слендермен. Короче, ребят, мы с Элвином так подумали и решили сделать тюрьму в этом домике. Посмотри, здесь прям все условия. Давай сразу все стекла меняем на вот эти вот железные прутья. Двери нужно заменить на железные. И, в принципе, это будет безумно круто. Хотя, знаешь, даже дверь нам не нужна. Мы прямо сейчас давай ломаем ее и поставим на ее место тоже железные прутья. Давай, быстро я его спавню и закрываю. Так, спавню и закрываю. Все, ребят, у нас первый житель в нашей деревне это слендермен. Посмотри на него. Обалдеть, он такой высокий вообще. Теперь мы можем его контролировать. Да, и слушай, нужно ему какую-нибудь табличку также сделать, типа, здесь живет слендермен. Я думаю, это будет безумно круто. О, кстати, там нага летает. Подожди, подожди, я не готов. Воу, какая она дикая. Она, по-моему, меня сожрать хочет. И слушай, я так рад, что моя наковаленка чинит мои предметы. Ай, господи. Ну смотри, на самом деле у меня были сложности с ее убийством в предыдущем выпуске, поэтому я убивал ее на своем драконе. Но мне, ребята, написали, что когда она пикирует ко мне вот таким вот образом, я могу по ней попасть. Да, у меня получилось. Слушай, а мне, наверное, нужно взять быстренько лук и прийти к тебе на помощь. Слушай, ну ты ее луком не сможешь убить, потому что она будет уворачиваться, но я ее уже убил. Ну ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить эту безумно крутую серию. Ну а если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайк. И также пишите в комментариях, что можно еще установить и кого можно призвать. Ну и со мной сегодня был Элвин. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok